Так, у меня слетело видео, поэтому я продолжаю, вот четвертый вариант, отдельно для вас снимаю этот ролик. Значит, обратите внимание на какие-то договоренности по работе, потому что здесь возможно, что кто-то может намеренно спровоцировать конфликт. Поэтому на работе будьте внимательны, может быть на работе конфликт, что-то неожиданное, то, от кого вы, говорится, не ждали, оттуда что-то может прилететь. Какой-то не очень красивый момент, связанный на работе. Но по поводу денег, вас ждет какая-то информация, связанная либо у кого-то через детей, либо кого-то через недвижимость, информация, какие-то денежки будут. Может быть, вы что-то продаете, может быть, вы недвижимость продаете, деньги вы получите, то есть вы продадите недвижимость, деньги будут. Либо, допустим, что-то, какие-то деньги хотите, да, допустим, купить что-то домой. То есть деньги будут дома, там, где ваши родители, либо где вы живете, там какие-то планы будут. Планы строят, что-то решать, представлять, что, от чего надо отказаться. Какие-то моменты такие, которые рабочие, можно обсудить. Вы какую-то можете тайну узнать. И если кто-то будет вам в душу лезть, вы как будто бы не захотите что-то рассказывать, не позволять к себе лезть с какими-то тайными секретами, делиться секретами. Смотрите, здесь такой период, когда вы, почему карта искушения выпадает, это карта долг, то, что ты должен в данной колоде. Она говорит о том, что кто-то вас может привлечь на то, как будто бы ты даешь свои обязательства. Кто-то вас будет к этому склонять, чтобы вы дали какое-то обязательство, и потом это как долг на вас висело. И вот вы будете это как бы чувствовать, что вас кто-то тянет в какие-то рамки, которые впоследствии от вас потребуют что-то отдавать. Элементарный пример, как будто бы, допустим, вы ипотеку берете, квартиру, на себя такое обязательство, что потом будете отдавать. То есть здесь вот об этом. И здесь показывают, что если вы соглашаетесь на это, вы должны понимать все подводные камни. То есть не так, что да, я соглашаюсь, конечно, подписывайте бумаги. А потом оказывается подводные камни, которые вы узнаете попозже, как неприятные сюрпризы. Здесь об этом. Поэтому 300 раз подумайте, прежде чем давать кому-то обещание. Здесь об этом речь. Я хочу вам сказать, что какой-то мужчина будет врать. Вы можете эту ложь увидеть, почувствовать. Или вы будете понимать, что этот человек делает это намеренно. И поэтому и выпадает десятка мечей на то, чтобы вам не позволить этому человеку наглеть. Как будто бы вы этого человека топчете. То есть понимаете, как? Вот они лежат. Король жезлов. И туз этого меча. И сверху вот так вот кладу. Это вы не позволяете этому человеку борзеть. Прийти к вам с его решением, с его какой-то просьбой к вам и что-то от вас требовать. Вы не позволяете этому человеку так себя вести. Наоборот, вы примите решение, что с этим человеком либо вы договариваетесь, и все прозрачно, либо вы говорите нет. Какой-то мужчина вот здесь у нас крутится. Поэтому от него, возможно, идет дьявол. Потому что дьявол здесь у меня идет, и сюда он падает. И все вокруг какого-то мужика. Вот их, как бы кажется, двое. Да, жезловый король и кубковый. Нет, это один. Вы просто на него смотрите в одной ситуации как на жезлового, а с другой стороны на кубкового. Потому что, когда человек врет, он себя ведет соответственно так, не свойственно себе. Может быть, деликатно, мягко такое чудо. Значит, что-то склоняет вас к каким-то вещам. Красиво надо с кем-то вам расстаться будет. Красиво. То есть не резко, не конфликтно, а как-то красиво попытайтесь как-то мирно разойтись. Это, возможно, опять же, связано с вашей работой. Либо с тем человеком, который вас будет склонять к каким-то поступкам. Красиво. Человека надо послать на три буквы. Красиво. Элегантно. Чтобы не было каких-то впоследствии к вам вопросов или претензий. Здесь показывают, что, возможно, глаза вам раскроют, поможет раскрыть эта женщина. Советом каким-то, либо поступком. То есть обратиться можете к умной женщине, которая вам даст совет, и вы будете понимать, что от вас хотят, что от вас скрыто. Во всем должна быть справедливость. Помните об этом. Чтобы не попасть в какую-то долговую зависимость, здесь надо разобраться четко. Вот знаете, как в суде. Потерпевшая сторона и, как эти, вот стороны, да, вот, чтобы понимать, где же вы выигрываете, а что же вы в конце концов можете получить. А не слишком ли дорого вам это обойдется. Здесь говорится о том, что любой спор в вашей ситуации, он необходим для того, чтобы принять какое-то решение. Для того, чтобы узнать побольше, собрать больше информации. То есть не стесняйтесь спорить, не стесняйтесь сказать свое слово. Значит, в принципе, все. Четвертый вариант. Просто здесь именно об этом, да. Старайтесь побольше собрать информации, прежде чем давать какое-то обещание. Или вступать в какую-то, ну, не знаю, подписывать какие-то договоренности. Потому что это потом может вам быть неприятным сюрпризом впоследствии. То есть стелим соломку, обращаем внимание на все, что будет происходить в ближайшее время. И не стесняемся уточнять. Вот такой у нас был сегодня вариант четвертый. Ну, и вообще все расклады, да, первый, второй, третий, четвертый. Просто что-то у меня видео слетает иногда, но ничего сделать не могу. Поэтому буду вот в таком вот виде выкладывать. Значит, всем мира и добра.